Всем привет! Мы уже в Алматы, так приятно быть дома, соскучились. Прошло несколько дней после возвращения домой. Отдохнула, распаковала чемоданы, немножко приболела, горло заболело. Сегодня меня пригласили на лекцию, проходит Friends and Family Day от Ламода. Они каждый год устраивают такой фестиваль, и меня пригласили в качестве спикера рассказать об истории канала, о моем успехе, так сказать. Ответь на такой вопрос моим дорогим зрителям. Почему ты не полетел со мной в Украину на свадьбу к Юле? Потому что у меня здесь много работы очень было, и потому что я хотела тебя отдохнуть еще. Сегодня какой-то суперактивный день в Алматы. Суббота, и мы уже на третьем мероприятии. В общем, мы были уже в Бьюти Мании на Бьюти Дне. Сейчас приехали в Виллу Дель Фиори. Здесь проходит выставка ретро-машин каждый год. В общем, такой аншлаг, столько людей, столько машин. И сейчас мы будем смотреть ретро-кары. Мне кажется, должно быть что-то интересное. Че? Это ты для моего влога снимаешь? А мне зачем? Катурку мне уже не снимать. Да. А вот американская, смотри, американский флаг. Кадиллак. Нью-Йорк, за босс. Всем привет. Продолжаю снимать недельный влог. У меня действительно получился недельный влог, потому что каждый день что-то происходило. Я немного снимала, и материала было недостаточно для одного видео. Как раз-таки, я думаю, в конце недели накопился целый влог о том, что происходило со мной в течение недели. Сегодня я иду на презентацию от Нюкс. Мы с ними очень близко работаем, сотрудничаем. Я их обожаю, эта французская косметика. И затем я сегодня иду красить волосы. Буду кардинально менять свой образ. Посмотрим, что у нас выйдет. Но я буду явно посветлее. Перья оставлю. Встретились с девчонками. Сегодня презентация новых продуктов от Нюкс. Мы еще не знаем, что именно нас ждет. Должно быть что-то интересное. Интрига. Интрига вечера, обеда. На презентации Нюкс мне вручили вот такое благодарственное письмо в рамке. Очень приятно, конечно. Прям вызвали на сцену и все дела. Спасибо вам, ребята. Здесь у меня, боже, у меня чуть-чуть только не валяется. Так, и, конечно, мы не могли не обойтись без подарков. Это у нас новинки. Это увлажняющий крем для лица 48 часов. Как раз была презентация на эту тему. Вышел еще вот такой вот в круглой баночке. Свечка очень классно пахнет. Тоже от Нюкс. Привет, Диля. Привет. Диля не хочет, чтобы я ее снимала, смущается. Ну, как все, в принципе, это нормально. В общем, приехала я в лофт, и мы будем сейчас что-то мутить на моих волосах. Переоставим. В общем, волосы длинные, опять отросли. У меня быстро растут. Так, Диля, может, пока расскажешь быстро, что ты мне решила, чем красить. Да, мы будем работать на продукции Джойка. Она содержит в себе 19-ти аминокислотный кератин, который идентичный человеческому. Сохраняет плотность, блеск и эластичность волос. Круто, круто все. Супер. Поехали. Поехали. Всем привет. Сегодня второй день моего блондинистого состояния. Чувствую себя нормально. Помыла голову. Как бы еще неоднозначно. Вначале было все супер. Но затем уже, когда я пришла домой, посмотрела на свое состояние волос, конечно, оно ухудшилось. Потому что, вы сами понимаете, обесвечивание подразумевает травмирование волос. Но как ни крути, этого не избежать. Сегодня я помыла свои волосы. Просто вытянула их утюжком. Кашляю. Кстати, какой-то вирус ходит в Алматы. И все болеют. Я уже кашляю две недели. У меня сухой кашель. Очень странный. По ночам он меня душит. Днем я просто кашляю. Сегодня я сама решила сделать себе укладку. Когда вы моете дома самостоятельно волосы после покраски. И затем высушиваете. Вы понимаете, какое состояние волос у вас. Конечно, я скажу, что состояние ухудшилось. Но не совсем прям все так плохо. Все нормально. У меня есть кое-какие продукты для восстановления. Очень крутые. Я вам тоже сейчас их покажу. Которые мне дала Диля. Но мне нравится мой цвет волос. Я такая серенькая. Не желтенькая. Но есть прядки желтые. Делали мамилирование через фольгу. Волосы от корней я не стала закрашивать в блондин. Хотя я очень хотела. Но Диля меня отговорила. Сказав, что у меня цветотип зима. И мне нужна контрастность. По-любому нужны корни темные. Переход. Потому что у меня такой цветотип. Если я буду полностью белой, это будет очень дешево смотреться. И... Ну, не очень, в общем. И когда присутствует вот такая контрастность, намного круче смотрится. Ну, сами согласитесь, мне нравится. По крайней мере, я несколько месяцев похожу в таком образе. Может быть, даже и больше. Посмотрим на мое внутреннее состояние. Я смотрю, в каком образе мне комфортнее. Потому что я до сих пор в поисках себя, своего образа. Да, мне нравился очень предыдущий цвет волос. Хотя краска смывалась. И получался такой цвет, какой был. И нынешний цвет мне тоже очень нравится. Я стала, мне кажется, свежее. И моложе, может быть, выглядеть. Я всегда была блондинкой, кто не знает. Потом я стала темненькой. И теперь я вот такая. В общем, напишите в комментариях, нравится ли вам мой новый цвет волос. Как бы мне нравится. Так что давайте порассуждаем на эту тему. Я за перемены. Я не боюсь меняться абсолютно кардинально. И я воспринимаю только кардинальные перемены. Я не могу покрасить на один тон светлее или темнее в салоне. И говорить о всем, что я капец покрасилась. Нет. Если я уже иду краситься, то я кардинально крашусь. Либо не крашусь вообще в течение года, полугода. А если иду в салон стричься, то я, вы сами знаете, я сразу подстригаюсь коротко. Если я иду краситься, то это кардинальные перемены. Собственно, я сейчас блондинка. Я не боюсь перемен. Волосы отрастут. Иногда хочется побыть в новом образе. Что касается Вова, Вова против. Ему не нравится блондин. Ему не нравится, когда я блондинка. Он вообще не воспринимает искусственный цвет волос. Тем более он говорит, что я по натуре не блондинка. Как я могу быть вообще блондинкой? Если я брюнетка, это ненормально. Я родилась брюнеткой. Она считает, что я не должна окраситься блондинку, быть другой. Ну вот как-то так. Но сегодня уже он получше. Вчера был вообще караул. Там же в салоне Красный Лофт я купила маску для волос от Джойка. Джойка, кто не знает, это американский бренд. И Диля говорит, что на данный момент на рынке это один из лучших брендов по уходу за волосами, по окрашиванию и так далее. Мы, кстати, красили волосы тоже Джойка. Вот, это крутая маска для волос. Восстанавливающая, регенерирующая. А также, как же обойтись без Олаплекса. Это Олаплекс, тоже восстанавливающее средство для волос. Для домашнего использования очень маленькая баночка. Но я буду наносить этот продукт на кончики. Примерно в течение месяца я буду восстанавливать свои волосы. Как бы я не переживаю. Все окей, я очень рада. С днем рождения, Маргарита! Красавица! Владимир. Смотрите, здесь какой крутой ресторан. Они сделали в стиле криминального чтива. Столики в машинах. Очень круто. Вот еще какая крутая тачка. Прям стол в машине. Это очень здорово. Мне кажется, в Алматы у нас не хватало таких заведений. У нас еще лето в Алматы. 28 до 30 градусов тепла доходит температура. И посмотрите, как разросся наш мини-сад. Это те же самые деревья, которые посадил Вова. И они уже дают плоды. Смотрите, у нас есть груша. У нас была слива. Она уже прошла. У нас были, по-моему, абрикосы здесь, когда мы были во Франции. Уже их съели. И самое прикольное, за что мы деремся все дружно, это лысые персики, ребята. У нас растут во дворе лысые персики. Вы можете себе представить? Они такие сладкие. Я никогда бы не могла подумать, что во дворе могут расти такие сладкие персики. Понимаете? Вот, они уже поспели. Мы вот их рвем. Очень вкусные. Очень сладкие. Настоящие. Ничем не обработанные. Собственного производства. Это, конечно, крутяк. Так. Еще я хотела сказать о том, что 23 сентября мы летим в Питер. Вообще 22 прилетаем вечером. 23 у меня день рождения. И в Санкт-Петербурге будет встреча с подписчиками. Я думаю, скорее всего, тоже 23 числа. Точное время и место я сообщу попозже. Следите за новостями в Инстаграм. Ну, я еще и на канале об этом сообщу. В общем, встретимся в Санкт-Петербурге с подписчиками, зрителем из Санкт-Петербурга. Я буду рада, если придут все. Очень будет здорово. Вот. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok